Виталий приветствую тебя на очередном совместном видео технический фундаментальный анализ интересной возможности которые в моменте видится на финансовых рынках делимся друзья ими с вами для того чтобы у вас была информация о принятии ваших торговых решений вашей торговой активности чтобы вы не оставались одни Виталий но у нас некоторое время уже с тобой надо сложилась традиция когда я делаю небольшую фундаментальную водную если конечно есть что-то интересное я думаю что ты со мной согласишься что динамика конца вчерашней торговой сессии она очень интересная потому что мы в моменте работали большую часть дня с одними тенденциями кстати говоря эти тенденции были соответствующими тем как бы направлением и тем установкам которые мы с тобой давали по рынку в целом там идеи совпадали касательно ожиданий по доллару его слабости и восстановлению рисковых инструментов но вот под конец вчерашней торговой сессии тенденция изменилась и опять же причина это трамповский твит якобы его поручение которое он дал представителям белого дома прекратить немедленно переговоры по новому пакету фискальных стимулов с палатой представителей с демократами с нэнси пилоти и раньше на рынке была идея о том что конгресс обязательно согласует новые меры экономической поддержки эти идеи приведут к еще большему ослаблению курса доллара и росту рисковых инструментов сейчас что у нас в сухом остатке по прошествии одного дня мы знаем то что переговоры прекращены но при этом мы не видим какого-то мощного ослабления курса американской валюты я прям предлагаю даже к демонстрации перейти по индекс доллара будет сейчас секундочку по индексу американской валюты вот в данный момент открыт котировки 93 75 вот этот рост до скользящий средний сто тридцать седьмой который мы видели вчера это как раз реакция трейдеров на твитран до этого мы находились довольно не размашистым довольно узком нисходящем канале неплохо в рамках него двигаться индекс доллара улетел вверх локальный максимум составил то есть 93 96 то есть фактически мы даже не длинулись до 94 и вот сегодня опять же снижаемся возвращаясь к тому коридору который ранее был обозначен почему трейдеры передумали активно покупать американскую валюту потому что опять же трампа может быть и отдал поручение прекратить переговоры но в то же время отметил что новые меры экономического стимулирования они остаются как бы жизненнеобходимости для американской экономики просто сейчас он не хочет идти на уступки демократам потому что демократы настаивают на том чтобы фонд помощи был согласован в размере двух и двух триллионов долларов и трамп отметил что демократам эта сумма необходима для того чтобы поддержать бюджеты тех регионов где подавляющая часть электората демократского электората то есть фактически они конечно же все делают в своих интересах а не в интересах поддержки эффектов вторых которые нуждаются в помощи из-за последствий ковида его это немножко возмутило поэтому он приостановил факты переговоров о новых стимулах но отметил что воспользоваться своим президентским правом протащить законопроект через конгресс о прямых выплатах для малого и среднего бизнеса и для безработных вот то что и было необходимо трейдерам которые ставили на снижение курса американских долларов поэтому я считаю что текущее снижение это как раз демонстрация того что трейдеры отошли от вчерашнего непредсказуемого внезапного твита осознали что в целом позицион ничего не изменилось и идет возвращение к той тенденции которая была но рынок сейчас крайне неопределенный я сегодня как бы обозначил фундаментальную вводную сделал посыл то что лично я остаюсь продавцом по индексу американской валюты но сегодня будет моей стороны только одна вот сделка кстати говоря по евро доллару в ходе прошлого нашего с тобой эфира я давал рекомендацию болиме с отметки 1 16 90 мы в принципе не достигли сегодня мы продолжаем движение в рамках вот то вот этой линии скажем так если бы я прочерпил еще здесь и верхнюю границу этого восходящего канала то вот эта линия это нижняя граница и мы сейчас вернулись вот этот канал котировки 1 17 55 и я сегодня предлагаю сделку by limit уровня 1 17 40 опять же в расчете на небольшую коррекцию снова отбой от скользящий средний и поход уже вверх потому что как уже отметил позиционно по доллару ничего не изменилось может быть покупатели точнее продавцы доллара рассчитывали и настраивались на быструю победу реализацию своей идеи того что конгресс должен был бы дать эти стимулы вот на этой неделе может быть чуть позже теперь придется ждать этого пакета возможно даже до исхода президентских выборов только пульс после этого конгресс вернется переговоры ну скажем трамп на сегодня ставит как раз демократов очень хорошо на лопатке вот по этому поводу как ты говоришь да поставил хорошо ну и плюс он сейчас если помнишь было дело фбр расследовала коррупцию хиллари клинтон ну ее семейки это было несколько лет назад они получили там где-то 150 миллионов ее фонд помощи это у них так коррупция в америке происходит не так как у нас напрямую там откаты да у них там якобы финансируют твой проект это является коррупцией и фбр расследовала это и решила что там все было в рамках закона а трамп сейчас генеральный прокурор взялся за вот этих фбр как раз которые расследовали вот это дело и если они сдадут это все как это все происходило то пойдут скажем на к условия сделки какой-то да и будут сдавать поэтому я думаю он если победит дай бог он посадит их всех и байдена который занимался коррупцией его сын кстати его сын байдена занимался коррупцией нас украине он там ходил в раду директоров или что-то такое одной компании буризма поэтому я жду чтобы победил трамп главное чтобы все было нормально и будет он их всех сажать очень хорошо то есть это мужик который поставил на колени китай то есть они должны заплатить там много денег америке и плюс он своих дим скажем своих коррупционеров посадит и поэтому они так сейчас вот эти все демократы против него во всех щелях посмотрим как он там уже вышел на работу вроде бы я если не ошибаюсь говорит уже в строю уже вернулся предыборной компании своей и будет участвовать в дебатах которые запланированы на 15 октября да потому что он у него был твит вчера или позавчера он сделал твит в твиттере потом фейсбуке сказал что этот ваш к вид от гриппа простого больше умирает и так далее так твиттер удалил нет или фейсбук удалил фейсбук удалил это все потому что это неправда то есть не нужно хотя фейсбук заполнен скажем неправдивой информацией на 99 процентов да вот там удаляет свобода слова да человек просто высказал возможно свое мнение так ну в принципе я с тобой согласен то что трампа довольно влиятельный мы это видим политик на с точки зрения его воздействия на финансовые рынки и может быть запрет на переговоры с демократами который был установлен это тоже часть его переговорческой тактики потому что он очень часто угрожает тем кто с ним не согласен и в итоге как показывает практика мы это видим действительно по китаю что эти угрозы срабатывают и все начинают искать компромисс идти навстречу и так далее может быть с конгрессом и новыми стимулами это тоже сейчас ход конем демократы трухнут в итоге и все-таки согласятся одобрить те тот фонд помощи на 1 из 6 по-моему или 1 из 7 триллиона который готов был бы одобрить себя белый дом витали еще пару слов буквально про фондовый рынок вот опять же мы видим то что мы отбились от скользящей средней остались в рамках восходящего канала и сейчас котируемся на отметке 3372 ранее я давал рекомендацию там покупать с уровня 3300 собственно мы до этой отметки а к сожалению не добрались но друзья для тех кому интересен фондовый рынок я думаю что можно рисковать прямо с текущих тем более как я уже прокомментировал принципиально ничего не изменилось в плане фона мы ждем победы трампа на президентских выборах и ждем дальнейшего в раме здесь наверное откуда бы вы не купили фондовый рынок на долгосрок вы все равно будете правы в числе победителей так на этой ноте передаю это слово тебе итак всем еще раз привет сейчас поговорим как всегда о тех идеях которые мы обсуждали с артемом понедельник сегодня у нас напомню среда то еще не проснулся у меня было две идеи это аналогично как с артемом я рассматривал long евро доллар и short доллар франк плюс кто смотрит активно видео наши обзоры я там комментариях писал сопровождал сделки вот эти все давайте начнем с доллара франка я советовал шортить понедельник вот здесь вот на этом уровне сейчас я включу да вот здесь где-то вот утром в 10 утра я советовал шортить доллар франк и в конце дня я написал что советую закрыть доллар франк полностью можете посмотреть комментарии это сразу понедельник было почему расскажу так как мы приближались я ставил цели больше но мы приближались к уровню трендовой и я не что-то не нравится франк я решил его закрыть но понедельник также у меня была идея думает закрытом небольшом плюсе около там 20 пунктов также была идея в нас понедельник покупки евро доллара то есть мы покупали где-то в районе 1 17 25 вот вот на этом промежутке я также понедельник писал после этого роста когда у нас произошел хороший рост около 60 пунктов закрыть здесь 50 процентов сделки и это было понедельник и вчера во вторник я советовал полностью выйти с евро потому что здесь формируется шорт шорт пока локальный что дальше будет по евро доллару скажем я буду сейчас обсуждать плюс конечно это нужно смотреть комментарии чтобы скажем все время отслеживать у кого нету скажем времени все время на youtube заходить возможность подписаться на торговый сигнал здесь я четко давал выходить и даже вчера писал ребятам вот у нас была очень скажем большая позиция по евро доллару в лонг мы еще покупали в районе 29 сентября плюс на открытие в понедельник и вчера я посоветовал закрыть все покупки по евро доллару там была одна идея у меня в шорт она пока локально только отработалась не исключаю что евро может скажем достаточно вниз уйти там район 16 15 таком ключе плюс у нас там была позиция по австралийскому доллару по новозеландскому доллару скажем вот с этих позиций мы выходили почему скажем вот евро доллар мы вчера активно в течение дня вот на часовичках видно мы удерживали хай хай понедельника то есть у нас любой хай ли лоу дня если он скажем выше скажем среднего атера желательно а если он еще там аномальный бар то он является сильным уровнем но относительно сильным уровнем и при борьбе за данный уровень у нас вчера как раз была борьба ночью потом днем вечером как мы видим ложно тестировали плюс совпало вот тоже это отметил кстати вот этот наклонную сверху мы и удерживали плюс у нас по евро доллару может быть вот такая скажем здесь не получится у нас рисовать на у нас здесь есть такой зеркальный уровень в районе там 117 71 18 ну такая зона и сейчас конечно сложная ситуация мы пока вышли словно по евро я больше присматриваюсь к шортам конечно для более надежного и сильного сигнала желательно посмотреть как закроется там сегодня у нас четверг возможно пятница туда можно сказать уже более с большой долей вероятности будет здесь шорт или все-таки лонг продолжится потому что лонг с текущих он рискованный он возможный я его пока советую не буду так просто размыслить ребята могут сегодня в моменте выкупить перебить вчерашний хай и дальше скажем пойдет там рост уже будешь что по рынку поэтому пока по евро кто читал комментарии выходим вышли мы уже слонгов кто не читал осмотрит сегодняшнюю битву выходим слонгов там принципе прибыль была неплохая 60 пунктов мы заработали поэтому такая идея по евро пока точно сигнал не дам но скажем размыслить по евро дам идею чтобы я на сегодня хотел дать такого торгового это возможно покупку доллар йены она скажем я еще советовал ребятам покупать доллар йену там в районе там 22 23 сентября вот на этом пин баре хорошим здесь была дивергенция сейчас посмотрим очень хорошая здесь даже покупали в это и в этой про торговки немножко нас повыносило и сейчас такое ощущение что ее будут продавливать конечно если покупать то нужно с очень коротким стопом потому что здесь есть очень сильный уровень сопротивления у нас в районе 105 80 и трендовая линия могут и скажем продавить продавить данный инструмент поэтому вот так мы купим с текущих у нас текущая цена 105 70 75 торгуемся стоп-лосс можно поставить 105 45 за вчерашний минимум с надеждой что у нас будет прострел и после вот этого накопления может хорошо прострелить в район там 106 50 106 50 и возможно выше это желательно чтобы мы сегодня начали расти потому что если будут задавливать то здесь все-таки какая-то парабола рисуется и могут развернуть рынок поэтому так как у нас понедельник была идея она закрыта плюс можно сегодня рискнуть частью этой прибыли кто конечно покупал евро доллара рискнуть и с надеждой что доллар иена пойдет вверх если не пойдет но стоп-лосс нужно нужно уже получить какой-то по рынку виталий спасибо за комментарии тебе остается только следить за тем как поведут себя рынки мы с тобой уже вернемся к обзору на следующей неделе снова понедельник поговорим о том как рынки принципе закроет неделю на вот этой растущей сейчас волатильности ну и конечно же уверен найдем еще массу возможностей технических фундаментальных по ряду инструментов чтобы друзья с вами поделиться информацией дать вам какие-то дополнительные установки на трейдинг виталий хорошенькие хорошего закрытия недели хорошей текущей торговой сессии ну и хороших выходных спасибо пока пока